Выходят за рамки обычной борьбы с терроризмом. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя и не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты «Воздух в воздух» с турецкого самолета F-16. Упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы Турции. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6000 метров, на удаление 1 километра от турецкой территории. В любом случае наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике. Это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ в Северной Латакии, это горная часть, где сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. И в этом смысле они выполняли свою прямую задачу превентивных ударов по террористам, которые в любую секунду, в любое время могли вернуться в Россию. И это, конечно, люди, которых напрямую необходимо относить к международным террористам. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов, захваченных в ИГИЛ территориях. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Но теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. Это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воюют с терроризмом в составе американской королицы. Если у них, у ИГИЛ, такие деньги, а счет идет до десятки, сотни, миллионов, может быть, на миллиарды долларов за счет торговли нефтью, плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства, тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. Почему они умерщвляют людей самым изуверзким способом. Почему они совершают террористические акты по всему миру, в том числе в сердце Европы. Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто близкому соседу, а как дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня. Во всем случае, не нам. Вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. Как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наши. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы. Мы всегда относимся к ним с уважением. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня. И, конечно, мы рассчитываем на то, что международное сообщество все-таки найдет в себе силы для того, чтобы сплотиться в борьбе с общим злом. В этой связи, конечно, рассчитываем очень на активное участие всех стран региона в этой борьбе.